С первых минут матча команда гостей взяла инициативу в свои руки. Уверенные передачи, грамотная игра в нападении и обороне привели к тому, что к концу первой четверти Богородский «Спартак» уже вёл в счёте. Из-за большого напряжения спортсмены то и дело шли на обострение игры, чтобы сорвать атаку противника. Все хотят выиграть, не хотят проиграть конкретно участок площадки. Это нормально. У нас за всю, за половину игры один неспортивный фол, но это было связано с тем, что игрок хотел сорвать атаку. И не играл в мяч, а играл в игрока. Но это тоже игровой момент, но он, оказывается, не спортивный фол. Команда из Сарова в первой лиге играет почти 20 лет. Баскетболисты давно сыгрались и на площадке понимают друг друга без слов. За 17 лет они не раз выходили в финал областного чемпионата, завоёвывали награды разного достоинства и даже были победителями. Их соперники из Богородска наигрывать свой победный состав начали относительно недавно. У них было два баскетбольных клуба «Спартак» и «ФСК». Потихонечку объединились они. И вот на протяжении уже, наверное, последних 4-5 лет они играют в этом формате. Шансы на победу обеих команд были примерно равны. Силы опыта им не занимать и сдаваться без борьбы они были не намерены. В такой ответственный момент исход поэтинка могло определить одно неверное тактическое решение или назначенный штрафной бросок. Обе команды равны и, я думаю, развязка будет в последней четвертой четверти. Так и получилось. Приняв на себя роль догоняющих команда ядерного центра, за оставшееся время смогла сократить разрыв в 20 очков и довести игру с минимальным отрывом до финального свистка. Чемпионами первой лиги по баскетболу среди мужских команд в этом году стали спортсмены Богородского «Спартака». Кирилл Васенин, Артем Игласов, Сергей Рябов. Служба новостей СРОВ, 24.